С художником Сашей Окунем мы знакомы много лет и всегда восхищались его многогранностью и многоликостью. Талантливейший художник, блестящий преподаватель, обаятельнейший рассказчик и автор книг, ставших бестселлерами. Студенты-старшекурсники Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной вышли на весенние этюды. Твоя группа в Мухине? Да. Это вот уникальная вещь. Пригласительный билет на выставку. Да, за подлинник. О, первую выставку. Ну, он конформист. Да. Как-то в 4 часа меня забрали и уже я решил, что арестовали, потому что посадили в КПЗ. Но вот тут стало ясно, что просто жизнь здесь кончилась. Просто она закончилась. Я мог остаться в Европе, потому что Франция брала художников. Я, естественно, мог поехать в Америку. Мы поехали в Израиль. Дом художников сегодня, а когда-то главное здание Академии Бетсалель. В самом начале 86-го года я стал преподавать вот здесь. Много лет провел в этих стенах. Большинство из нас не Аполлоны. Большинство из нас, с возрастом особенно, там у кого-то вырастает брюка, у кого-то попа отвисает. А мы хотим быть красивыми, а мы хотим быть молодыми. Это патетично. Это смешно. Это так по-человечески. Да, ты прав. Мы в определенном возрасте уже не Венеры и не Аполлоны. Но мы же идем смотреть галерею не в зеркало. Я, честно говоря, и многие другие хотят получить от искусства удовольствие. Я бы заменил слово удовольствие, которое мне не нравится просто. Я бы заменил словом катарсис. И для меня это важно. Вот смотри, греческая трагедия. Отец переспал с дочерью, мама переспала с сыном. Потом сын убил отца, мама убила дочь. Там Медеев, Эдип, все. Они все друг друга переубивали. Там смешались. А ты выходишь после этого вот такой. Потому что у тебя катарсис. Вот это вот. Это то, что искусство может дать человек. Удовольствие может дать мороженое. Удовольствие много чего может дать. А вот это вот. Вот это вот. Оно случается. И здесь. Вот возьми гойю. Возьми гойю черного. Это когда он бедный в доме Глухого красил на стенах. Свои жуткие. Я помню. Я же живопись, искусство смотрю профессионально. И это тоже, это ущербно. Потому что, как говорил Козьма Прутков, профессионал подобен флюсу. Вот. Я прихожу, я смотрю, к чему я могу научиться. Как это сделано. Все то. И я потерял возможность во многом. Просто реагировать вот так. на искусство. Понимаешь, что... Вот. Так вот, я помню, когда я впервые в своей жизни в Прадо увидел черного Гою, я не думал ничему научиться. Я стоял думал, боже, даже чего же довели этого человека, если он такое накрасил. Понимаешь? Это ужасно. Тем не менее, ты от этого не можешь оторваться. Это вот как, знаешь, пропасть, которая манит тебя. Вот. И это работает. И это не оставляет тебя никогда. Поэтому есть искусство, которое... Оно прекрасное искусство. Оно тебе вот легко и прекрасное. Ну, возьмем, скажем, даже тот же Матисс. Он сказал, так сказать, фразу, которая ему дорого стоила. Ему потом всю дает сам пока. Что мое искусство – это удобное кресло, в котором человек садится и отдыхает. И это прекрасно, это легитимно, это прекрасно. Но ты не будешь отдыхать, глядя на блудного сына, потому что это тот еще отдых. Есть один, на мой взгляд, величайший, один из величайших портретов в истории вообще искусства. Это портрет Еремея Деккера работы Рембрандта. Значит, этот портрет конкретного человека. Был такой человек, Еремея Деккер, был поэт, переведен на русский язык, но он не настолько был великим поэтом, чтобы мы все его знали. Хороший поэт очень. Я просто читал, естественно, в переводах. И вот он с Рембрандтом был дружен. И Рембрандт его написал портрет. Портрет находится в Эрмитаже. Это скандал, а не портрет. Потому что все в тени, виден только белый воротничок и четверть, вот нижняя часть лица. Все остальное в тени. Тоже мне портрет. Ведь портрет хочешь увидеть человека, человек хочет увидеть себя, там ничего, все, вот только вот и белый воротничок. Но когда ты сматриваешься в этот портрет, сматриваешься, ты смотришь на него, и вдруг ты понимаешь, что это последний луч света. А вот сейчас он уйдет, и человек уйдет в тень, если он умрет. Это грустный портрет, это печальный портрет. Ну вот ты испытываешь это. Самое удивительное, и вот опять-таки чудо, что Деккер умер через три месяца после того, что Рембрандт написал его. Он не знал, никто не знает, я не знаю почему, но он не знал, что он собирается умереть. И Рембрандт не мог знать этого. А вот это вот гений, он там вот это увидел. Все девочки и мальчики, которые имели какое-то отношение к живописи, они мечтали побывать в Париже, естественно. Ну вот, я тоже мечтал. Вплоть до того, что мне однажды сон приснился, будто я иду по Парижу ночью, и я в какой-то улочке, возможно это Монмартр, там булыжник какой-то, в горку идет, ну ничего, обычные дома какие-то. Я ступнями ног чувствую, я иду по Парижу. Вот это сон был. Ну и значит тут, а когда мы сюда приехали, и вот там на второй выставке у меня продались несколько работы, у меня вдруг оказались денюжки, то я, значит, поехал в Европу, естественно, я полетел в Париж. И вот я лечу в Париже, которым я столько мечтал, а мне где-то 32 года. И вот ночью подлетает самолет к Парижу, я вижу это, Марьева огней, я смотрю, вот оно. И вдруг я понял, я опоздал, я опоздал, потому что приезжать в Париж надо было лет в 17-18, там мыть посуду, я не знаю, жить в мансарде, завоевывать этот город. А мне уже, я уже старик, мне 32 года, уже все, я опоздал. И я по-детски обиделся на Париж, будто он виноват в том, что я опоздал. И, а город меня очень соблазнял, а я его все время вот так вот держал на вытянутом, на расстоянии вытянутой ладони. И все. Я говорю, для меня Италия, для меня АТО, а Париж. И когда-то же я выиграл вот этот конкурс в Париж, чего я не очень-то хотел, стипендию в Международный центр искусства, то я как-то без особого энтузиазма собрался в Париж. Больше того, когда я приехал в Париж, я перед этим отщелкал на фотоаппарат рынок Маханы и Гуда и аккуратно все развесил, все фотографии, прямо полосками такими длинными. Пришел Арон Април, посмотрел, сказал, ты бы еще стекло заклеил, и тогда бы тебе совсем было бы хорошо. Вот поэтому к Париж относился так. Но там произошла одна история, которая стоит рассказа. Дело в том, что в Питере открылся, как раз когда я поступил в Муху, открылся кинематограф, то есть кинематека. И мы просто сбегали туда смотреть, а там всякие старинные фильмы шли. И пошел там фильм «Набережная Туманов» с Жаном Габеном и с молоденькой Мишель Мурган. Это был ее первый фильм, ей там было 17 лет. И вот я смотрю этот фильм, а я всегда спокойно относился к киноактрисам и ко всему. А тут вот эта серая мерцающая пленка, и она с высокими скулами. И там Габен ей говорит, у тебя красивые глаза, ты это знаешь, а это теперь просто кот такой французский. И я впервые же подумал, боже, как бы я хотел поцеловать эту девушку. А мне самому 17 лет. И вот приезжаю я в Париж, и вот я живу в Париже, и вот все такое, я делаю выставку. И вот вернисаж, и вдруг я спиной чувствую, что что-то изменилось. Я поворачиваюсь, в галерею входит Мишель Мурган. И мужа Жерару Ри, вот который режиссер, вот все вот эти, помните, зануда и всякие, большая прогулка. И та-та-та-та-та-та-та, нас знакомят. И после вернисажа мы идем в мастерскую в Сите, там все выпиваем, и я целую Мишель Мурган. Ей 70 лет. То есть все сбылось. Но все сбылось вот так вот. Значит, желание сбывается, но вовсе не так, как ты их загадываешь. Так вот, в этом Париже у меня образовалась приятница Вероника, францужанка. Она, значит, была русский филолог, знала русского языка. А тут приехал мой друг Эмик. Она нам говорит, пойдемте танцевать жаба. А жаба это мюзет такой. И нас не пустят. Вроде как, как надо туда идти, прилично одетым. Откуда же у нас там? Вероника мне принесла костюм его и своего двоюродного брата. И мы все оделись очень прилично. Правда, на Эмике костюм был в два раза больше, чем надо. Я там тоже не вполне, но тем не менее бабочка была и все. Но обуви-то у меня были тряпочные черные тапочки. А Эмик принес своему же папаше турецкие туфли, загнанными носками. И послушай, когда мы шли танцевать жаба по Париже, на нас оборачивались, что в Париже не каждый день. Там много чего видели. И вот мы приходим, Вероника попускаем, Вероника болтает по-французски. Он на нас так смотрит, мы улыбаемся, и надо спускаться вниз. И вот мы спускаемся вниз, и он смотрит нам вслед, и вдруг он видит нашу обувь, потому что так-то он не видел. И он, месье, месье, и нас опять не пустили. Боже мой, вот так. Вот так. А пойти купить туфли, конечно, нормально. Ну откуда денег? Ну с какой стати мы будем тратить деньги на туфли? Ну, понимаете. Это тапочка, как весь Париж, все полгода? А это крашу я пейзаж в окрестностях Вифлеема, и вдруг откуда ни возьмись является муза, и вручает мне кисть. Ты считаешь, что самооценка художника намного вернее, чем объективная оценка его творчества обществом? Что такое признание? Вон Глазунов. Уж какое признание? Я тебя могу назвать израильских художников, я могу назвать того же Анди Орхола, который, на мой взгляд, вообще ничего, ноль. Но это делается, даму есть масса причин. Это искусство, это такой же способ зарабатывать деньги, как любой другой. На искусстве делаются огромные деньги, огромные деньги. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok